Здравствуйте дорогие друзья, наконец-таки это случилось, с вами Ака Марачи и мы снимаем русскую рыбалку 4.0. Долго мы к ней шли, но вот пришли. Проходим обучение, у меня совершенно как бы ничего не получается, все у меня валится из рук, как-то все очень сильно непривычно, но я стараюсь, я стараюсь, я думаю у нас все получится и будет черненько в этом плане, давайте пробовать, давайте ловить вместе. Так, пришурится на клавишу Z, ух ты, так, для подсечки. Рыбу я еще ни одну не поймал, вот, наконец-таки первая рыба. Так, садок, да, поплавочная ловля у меня прокачка. Идет 12 очков опыта, если я кладу ее в садок. Так, отлично, ротанов поймали, давайте кладем в садок. Бэк спайс, да, убрать удилище. Короче, вы понимаете, да, что, как что происходит, это обучение. Честно, я немножечко разочарован, я думал мой компьютер будет намного лучше тянуть рыбалку, но в итоге все настройки пришлось понизить на минимальные. Я не знаю, сможете ли вы смотреть такую картинку и в моем исполнении. Если все-таки да, напишите в комментариях, обязательно будем дальше продолжать снимать. И будем пробовать продвигаться и снимать долго этот проект. И если у меня все-таки получится наладить свой интернет здесь, а у меня дома, то даже будут стримы. А стримы это уже наконец-таки та отправная точка, к которой я давно шел. Да, конечно, так, в СД надо идти домой. Так, давайте пойдем домой, бежать можем, можем. Это наш дом, типа, этот дом. И получите там запасные снасти поплавочника. Так, разжечь костер, нет, нет, ребят, гитара. А, ух, нифига, а ну-ка. Что-то там он поиграл. Дом, открыть дом. Емкость у нас тонная, я так понимаю. Все предметы, сортировка. Дом. Так, перейти к руководству. Нажмите на значок И, чтобы посмотреть, воспользоваться или положить ненужные снасти. Что-то ничего не понятно. Емкость, предметы, все, сортировка, не понимаю, на И. Ничего, да? Что и пишут. Так, посмотреть параметры предмета можно, наведя, так, указатель мыши, получить детальную информацию, так, отыщите дом, получите там запасные снасти поплавочника, запасные снасти, так, сломается, ага. Можно чаще, не чаще одного раза в сутки. Предметы, ну, так, будилище. Это мое, дом. Дома у меня ничего нету, ни предметов, ничего, что-то я немножко не догоняю. Что тут можно получить, запасные снасти. А, вот, ребят, все, сори. Вроде бы ничего не подвисает, но, ну, 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 как-то, мне кажется, все равно какие-то фризы есть. Так, теперь давайте отправимся на озеро Комариное. Ага, нажмите на S, PS, и панель управления. Так, панель управления. Это, наверное, вот тут, да, что-то надо выбрать. Во. Так, домочная снасть здесь в почете, поплавочечка, а спинку нас тут отпрохрамывает. А давайте отправимся сюда. Строго не судить, это будет первое вводное видео, по которому вы будете судить. Стоит ли дальше продолжать снимать этот проект или все же нет. Все же, как бы, 4.0 рыбалка, мой комп не тянет, не получается. Ну, и все в таком духе. Если все-таки вам все нравится в моем исполнении, в моем голосе, в моей подаче, в моей харизме, давайте продолжать. Если нет, есть, как бы, другие люди, которые снимают, пусть они и занимаются. Мы с вами, значит, не дошли еще до 3D-шных рыбалок, да, и будем снимать, естественно, 2D-рыбалки. И тогда возьмемся за проект после 1.6, это Fantastic Fishing. Тот, кто хотел, чтобы я поснимал третий сезон, мы навалимся на третий сезон. А пока, пока, лицезрейте видео 4.0 и, надеюсь, у нас будет все по красоте. Приехал после соревнований, уставший как сабос. У нас выйдет либо сегодня ночью, либо завтра в обед, где-то так примерно. Так, отыщите рыбный рынок и продайте свой улов. Так, ага, вот он, рыбный рынок. Е, войти, ротан, о боже. Его цена 0.03 копейки. Вообще, вручено. У вас еще одно задание. Рыбного рынка для вас еще одно задание. Ага, давайте посмотрим. Отыщите рыболовный магазин и купите наживку опарыш. Рыболовный магазин, да? Магазин 24, это, наверное, не то. Прокат лодок, нет, это не то. Не то. Кафе, это тоже не то. Банкомат, ух ты, там, наверное, занимают бабки. Продуктовый магазин. Ну, а где же рыба? Мастерская. Администрация, ух, ё-моё. Можно даже позвонить. Давайте в прокуратуру позвоним, чтобы никто не расслаблялся. Таблица рекордов. О, рыболовный магазин, хибарка. Ну, войдем. Ну, так, опарыш, да, на наживке. Да, понятно, мы тут, я думаю, сами все разберемся. Катушки, леска, крючки. В принципе, ребят, мне кажется, похоже... Пиявка, офигеть. У меня тут есть прудок рядом, где пиявки водятся. А, опарыш. Давайте купим за 2,400. Сразу 300 штук. Нет, мы... Мы пока такими финансами не располагаем. И я надеюсь, в дальнейшем, может быть, мы все-таки сможем. Изготовьте наживку в хлеб. Для начала откройте рецепты крафтинга на Н-ку. Ох, тут даже крафтить можно. Хлебный мякиш. И нажмите на нем, затем... Так, изготовить наживку хлеб. И на кнопочку изготовить. Так, хлеб. Ага, у нас есть 4 штуки. Выбираем изготовить. Вот. Ребят, получено достижение. Чернильница... Чернильница Ильича. Мне нравится это, парни. Мне это реально нравится. Прикольно. Вот это уже по реалочке. Откройте, нажмите пробел. Ну, не знаю. Примите результат, нажав клавишу пробел. Но почему-то не хочет. Ладно. Так, ознакомьтесь с другими функциями управления. Вы можете в окне быстро справить. Или быстро так. Нажмите F1. F1. Ага, садок. Но это нам пока не нужно. Вы успешно выполнили все наши задания. И если желаете познакомиться с механикой ловли на спинговом удилище, то отправляйтесь на AirViewNock. Там вас ждет урок, посвященный именно этому виду ловли. Пока нет. Спасибо. Давайте попробуем лодка категории B. Сесть в лодочку. Купите билет на аренду лодки категории B класса лодочной станции. Ребята, до моих денег не хватит. Давайте отправимся по Чигирям. И... Ух, змея что ли? Что это такое? А, нет. Отставить, ребята. Ложная тревога без змей. И тут, в принципе, вот местность такая, да? Может быть, ну тут что-то или не. Не подойдем. Может быть, вот тут что-то мы сможем. Тоже как-то не то. Вон, съел печеная картошка. У нас есть энергия. Потом солнце, да? Непонятное какое-то. Потом и хавка еще. Давайте мы похаваем. Кстати, вначале у меня открывался инвентарь. Он очень сильно у меня подвисал. Я не знаю, с чем. О, сайра. Тушенка свиная. Порции, порции. Так, давайте мы съедим батон. Там, блин, ну хорэ. Съесть батон успешно. А тут ничего не отображается, да? Получается, что мы это омыхаваем. И у нас повышается еда. Великолепно. То, что нам нужно. И вот мы нашли как раз свое местечко, где можно и закинуть нашу снасть. Давайте мы сейчас возьмем бамбуковая удочка. Тест. 5-35 грамм. Я немножечко не понимаю. 5-35 грамм. Это то есть такое, но говяное. Давайте не на червя. Давайте попробуем на опарыша. Раз мы взяли опарыша, купили. Я думаю, мы не зря его купили. Видите, немножечко есть какие-то подлаги. Но я думаю, это все из-за моего компа. Потому что комп у меня... На самом деле, я не думал, что такой грустненький. Но он не грустненький, но почему-то какие-то пролаги... Возможно, это интернет еще. И возможно, это тоже связано с моим этим провайдером. Но я... Может быть, еще тестовая версия игры, потому что... Но сильно на это грешить не нужно. Я больше склоняюсь к тому, что у меня не сильно крутое железо. Не сильно крутое железо, из-за чего, как бы, происходят вот эти вот страдания. Вон у нас кто-то лазит на карте. Кружочек какой-то. Это, я думал, кто-то воспламеняет там. Пока, ребят, что-то да, вот клево нет. Я так понимаю, тут будет тяжело ловить. Вот, тут даже так можно делать. Мне нравится. Наконец-таки, русская рыбалка 4 превзошла самих себя. Они сделали качественную игру, качественный проект. Как я не говорил, что они не очень компетентные люди. В плане того, что они мне не позволили участвовать в бета-тесте. Хотя я на тот момент был один из самых, наверное, популярных видеоблогеров по рыбалкам в игровом сегменте. Все-таки не разрешили. Ну, не разрешили, так не разрешили. Жалко, конечно. Думаю, от одного места в бете от них бы не убыло. Не убыло нисколько. Но это уже другая история. В принципе, если я человек честный, проект достоин похвалы. Какие бы ни были разработчики, но проект достоин похвалы. Да, что-то у нас тут не клюет, ребятки. Возможно, тут дело в моей глубине. Давайте мы проверим. Метр. Ну, метр давайте 13 сделаем. Как же тут вообще определить, где ловится она, а где нет? Или тут вообще пофигу. Что-то валяется, бочка. Приколюха. Ладно. А ну-ка, если передержим. О, нифига себе. Вот это можно закидывать. Даже так вот. Я не знал. Ну и все. Будем ждать. Надеюсь, будет у нас все круто. Все у нас получится. Где сейчас на донке клюет? Т, наверное, на интер, да? Тут надо писать. Нифига. Значит, на Т. Походу, скрин сделал. Ну, ладно. Пока припьем чайка и будем следить. Чувак, вон, четвертый левел взял. У нас только первый. У нас только первый. Знаете, ребята, я, наверное, зря грешил на 4.0. Графика, конечно, да. Скажу, да, не фонтан. Вы сами прекрасно видите. Но, в принципе, лагов нет, да? А потом, если будем тянуть какую-то рыбу крупную, возможно, может быть, что-то и появится. Но пока нету, чем я, как бы, доволен. Так, снасть готова к забросу. Ну, давайте мы, наверное, поменяем. Я думаю. Ой, нет, не то удилище. Давайте, наверное, мы поменяем насадку. Что-то вообще не клюет на эту. Возьмем с заменой насадочки. И уже попробуем так. Да, все-таки, когда вот продерживаешь дальше, она кидает, точнее, не она, а он. Закидывает удилище далеко. Удилище, нет. И не снасть. А как правильно, да? Хотя, хотя, в рыболовном магазине у нас продается такая хреновина. Она называется снастью. То есть, отмоток лески, идет грузило, крючок и уже поплавок. Настроенный, выверенный. Я, как бы, не сторонник такого. Я люблю больше всего сам снасть собирать. И мне это, как бы, нравится. Когда ты сам грузило по чуть-чуть, там, откусываешь, выверяешь, сколько у тебя, там, должен поплавок торчать из воды. Потом ты понимаешь, что если он, там, да, там, зеленый, красный, что у тебя, хоп, красный цвет так вылез наверх. Ага, рыба, то есть, подняла поплавок, поклевочка. Это его потек. То есть, вот такой план. Мне вот нравится. Что-то как-то не идет, ребят, не идет. Давайте посмотрим. А тут никак нельзя, да? Небольшой деревень, которая, так, так, поплавочка. Ну, мы тут, ну, мы тут, но у нас почему-то клево вообще нет. Неудачный первый заход, честно скажу. Но, сори, ребят, это, как бы, мой косяк. Я не знаю, что здесь ловится. Я совершенно ж ничего не изведывал. И мы с вами, вот, первопроходцы, получается, в этом видео, на этом пруду. И, возможно, поэтому, как бы, я вообще, может, здесь, ну, хотя бы на червя, я думаю, должно клевать. Какая-нибудь хреновина должна клевать на червя. Возможно, может быть, я тоже ошибаюсь и нет. Но, мне кажется, должна. Итак, ребят, я перешел на пристань, на пристань, точнее, поспрашивал у ребят в чате, поставил чуть-чуть поменьше крючок, или он у меня не стоял в 14-й. О, о, что-то клюнуло, что-то клюнуло, ёферный. Но, не видать совсем. Фонарик, но вообще что-то не видать. Новое сообщение. Опачан. Сообщение. О, о, 3, 35, не пойму. Не пойму, что он, что он пишет. Что за, что за дела. Ладно, давайте пока, я думаю, закинем нашу удочку. Закинем. Я пришел на локацию пристань, но здесь глубокая ночь. Я не знаю, как вообще мы будем ловить. А хотя, в принципе, гляньте, видно, да? Я удивлен. Я на самом деле удивлен, что видно. Я думал, ни хрена видно не будет, и будет какая-то лабудень-бубудень. Но в итоге видно. Глубина у нас... Так, а тут нигде не показана какая глубина. О, поклевочка первая. Но у нас больше метра глубина, там чуть-чуть больше. Ждем, 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 ждем. Ой, я тут, я так как эпилепсик дергаю удочкой. Но вот, ребята, на улице жара, он просто греется вообще в хламину. Я его приподнял немножечко, чтобы он продувался снизу. Новое сообщение. Надеюсь, все вы меня, если тут можно, подобавляете в друзья, все мои подписчики. Будете немного мне подсказывать, что и как. Я надеюсь, мы с вами вместе сработаемся, и будет все четко. Ну, гляньте, что это за фигня? Это разве клев? Что-то я не понимаю. Что происходит? Давайте пока чатик, наверное, откроем, посмотрим. Что парень написал? 3549. Ох, ё-моё. 3549. А, это как? О-о-о-о-о, нет-нет, what the fuck? Мы просрали. Мы просрали. Блин. Блин, ребятки, мы просрали. Ну, ладно, хрена, грех жаловаться. Просрали, так просрали. Уходим. 3549, да? Ой, мы вообще куда-то не туда идем с вами. Вообще не туда. Заблудимся тут, к хренам собачьим. Вообще. Надо, наверное, подождать, пока будет день. И, естественно, будет день, будет пища. Будет день, будет сок. Кафеха. Нет, нам это не надо. Прыгать можно? А, ну это как в Ла-2. В Ла-2 тоже прыгать нельзя было. Меня ПКшники там зафигачили. В Ла-2. Из-за того, что я не смог перепрыгнуть в забор. Это, конечно, круто, да. Хотя, возможно, рыбак не должен прыгать. А может быть, просто я, дурак. У меня лыжи не едут, как говорится. Так, так. А что тут у нас? Лодочная станция. Нет, нет. 14,3. А нам нельзя никак перемещаться по нему, да? Походу, только либо на лодке, либо так. Ну, ребят, я не знаю, честно вам скажу, как лучше будет. Давайте с пристани тогда не уходить. Будем здесь осидеть, здесь и будем пробовать ловить. Если тут один раз клюнуло, то, в принципе, клюнет и еще. Только главное пробовать и, думаю, будет крутяк. Так, опа-чан. Все, ждем. Жирю. Один раз, если клевало, значит, обязательно клюнет еще. Так. У меня такая мысль. Надо, наверное, уходить, снимать видос на улице. Но там, правда, куча посторонних звуков будет. Но там, где я снимаю, неописуемо вообще невыносимая жара. И ноут у меня просто сходит с ума. Хотя я, в принципе, его сейчас приподнял. Он хоть немножечко стал продуваться. До этого он сходил с ума. Обязательно, ребят, подсказывайте в комментариях, что где как ловить, как стартануть. Чтоб мне было попроще. Но, видите, в этом видео мы с вами не поймали даже одной рыбы. Как сказать, обучающая рыба. Я ее не считаю за рыбу, честно. Поэтому, как бы, да, у нас не получилось. И сейчас тоже у нас как-то вообще не фонтан. И у нас есть справочник F1. Так, второй слот. Поставить рогатку, пробел, садок, крафтинг, карта. Быстрый выбор пищи, заброс, подсечка. Ничего нету, да. Я, как бы, хочу посмотреть, может быть, как-то можно ночь переетовать, переждать. Ну, что-то как-то нету. Ну, я, по крайней мере, не вижу, возможно ли такой вариант или нет. Или надо обязательно... Завтра, сейчас перемотать нельзя, да, никак. Это, типа, прогноз просто. Инвентарь, садок. Сажал карта и всё, всё. В рюкзаке нет ни одной подходящей карты. Даже карту надо покупать, что ли? Ну, блин, ребята, чуть-чуть мне ваш контор не нравится. Так, переходим сюда. Давай, давай, переход на дачный пруд. А почему? А, я, наверное, из-за удочки не могу перейти. Опа, а что такое случилось? А-а-а-а, пипец. Ну, как всегда, если проблема, то обратитесь к слову поддержки. Ну, короче, ребят, всё понятно. Интернет, как всегда, меня подвёл, он вылетел. Прошу прощения, в итоге получилась такая вот серия. Да, возможно, она не фонтан, только первая пробная. Но получилось, что это не получилось. Готовился я, вообще не готовился к игре. И как приехал, я сразу же начал снимать. Поэтому, я думаю, вы поддержите меня лайком. Если вы желаете подписаться на канал, то подписывайтесь обязательно. И, естественно, есть ссылочки доната в описании. Если есть желание, то можете поддержать канал. Огромное всем спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok